будет получаться вот такая резинка видите она и Продолжение следует... 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 Делаем накид, петельку снимаем. Дальше идет 2 петли, то есть накид и лицевая. Провязываем их вместе за переднюю стенку. Дальше опять идет накид, снимаем. Лицевая и накид провязываются вместе за переднюю стенку. Снова накид, петельку снимаем. Лицевая и накид вяжется вместе за переднюю стенку. Так мы вяжемся до конца ряда. Дальше вместе. Накид, снимаем. Кромочная у нас идет изнаночная петля. Поворачиваем изделие. У нас получается вот такой рисунок. Перекрещенные петельки. Теперь вяжем третий ряд. Снимаем кромочную. То, что у нас первая была лицевая, не обращая внимания на наш накид, мы ее провязываем лицевой за переднюю стенку. Накид перекидываем на правую спицу. Дальше опять идет лицевая, вторая лицевая. Накид опять перекидываем на спицу. Снова идет. Дальше опять идет лицевая за переднюю стенку. Накид перекидываем на правую спицу. И так мы вяжем до конца ряда. Получается, что накид вы перекидываете на правую спицу. Дальше у вас идут две лицевые. Их надо провязать обязательно за передние стеночки. Заканчиваем две лицевые. Накид в конце 1 изнаночная. Дальше четвертый ряд. Первая кромочная. Дальше у нас шел накид с петлей. Провязываем лицевой вместе за передние стенки. Делаем накид. Петельку снимаем следующую. Опять лицевую с накидом за передние стенки. Накид. Снимаем. И так вяжем до конца ряда. Лицевую с накидом провязываем лицевую за передние стенки. Накид снимаем. Всегда запомните, что здесь вязка идет за передние стенки. В любом ряду всегда лицевые петли вяжутся за передние стенки. В конце идет накид. Снимаем. И накид лицевой. Провязываем лицевой за передние стенки. Последняя кромочная провязываем с изнаночной петлей. Поворачиваем изделие. Видите, у нас начинает вывязываться рисунок. Пятый ряд вяжем. Кромочную снимаем. Дальше у нас идут лицевые. Две лицевые за передние стенки. Накид перекидываем на спицу. Опять идут две лицевые. Опять перекидываем накид. Как вы видите, у нас рисуночек повторяется. Мы сейчас вяжем с вами пятый ряд. Так мы вяжем все до конца ряда. Вяжем все до конца ряда. Лицевая. Накид перекидываем. Здесь у нас опять идет лицевая. В конце последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Вот такой рисуночек у нас вывязался. Теперь мы поворачиваем изделие. Получается, что шестой ряд мы вяжем точно так же, как второй ряд. Первую петельку мы кромочную снимаем. Дальше у нас шли. Здесь лицевая мы ее просто снимаем. Здесь лицевая с накидом. Мы ее провязываем вместе за передней стенки. Делаем накид. Петельку снимаем следующую. Опять две вместе. Накид. Снимаем. И так вяжем до конца ряда. В конце накид. Снимаем. И в конце изнаночная петля. Это кромочная у нас. Поворачиваем изделие. Получается, что здесь мы на изнанке провязали уже как бы второй ряд. Здесь мы повторяем третий ряд. У вас теперь продолжается рисунок повторяться. Получается, что здесь у нас лицевая. Мы этот ряд вяжем как третий ряд. ряд. Лицевая. Перекидываем. Лицевая. Лицевая. Перекидываем. Опять 2 лицевых. Накид. Перекидываем. Опять две лицевых. И перекидываем. Когда вы перекидываете накиды, у вас получается вот такой рисунок в виде сот ячеечки так мы вяжем опять до конца ряда вы себе можете связать сначала образец рисунка затем уже его применять у себя в изделии концы снимаем опять лицевая и тоже лицевая в конце идет обнаночной поворачиваем теперь следующий уже ряд мы вяжем как четвертый ряд вот четные ряды допустим второй четвертый ряд они вяжутся всегда с изнаночной стороны видите здесь у нас уже образовалась изнаночная сторона вот нечетные ряды то есть там 3 5 рядок они вяжутся на лицевой стороне для себя это пожалуйста отметьте на бумажку запишите все ряды и отмечайте что четные ряды 2 4 они вяжутся на изнанке а вот 1 3 5 они вяжутся на лицевой стороне поэтому мы сейчас вяжем как четвертый рядок четвертый рядок у нас был очень просто здесь 1 снимался здесь идет вернее здесь мы провяжем лицевую первую здесь делаем накид здесь лицевая снимается здесь идет петля вместе с накидом мы их провязываем вместе за переднюю стенку опять делаем накид это снимаем видите ряды у нас опять рисунки повторяются вас изнаночные ряды будут вязаться вот таким образом то есть накид с петлей вместе потом накид идет и петелька снимается опять повторяется петелька с накидом провязывается лицевой за передние стенки накид и петелька снимается и так это все вяжется до конца ряда запомните вот это вот на изнаночной стороне всегда вяжется один и тот же рисунок накид накид с петлей провязывается вместе делается найти и следующая петелька снимается это все вяжется вот так еще раз повторяю изнаночные ряды теперь у нас идет лицевой ряд в лицевом ряду мы всегда перекидываем петли то есть накиды мы перекидываем снимаем здесь получается лицевая провязываем следующую петельку лицевой провязываем накид перекидываем опять две лицевые петли опять перекидываем это у нас идет лицевой ряд лицевых рядах мы всегда вяжем вот этот рисунок то есть две лицевые петельки и накид перекидываем на следующую петлю опять идет две лицевые опять накид перекинули и так это все вяжется до конца ряда если вы запомните расположение рисунка на каких рядах такой рисунок вывязывается вы очень быстро начнете вязать этот рисунок я вначале правда тоже немножко попалась а пока не поняла принцип вывязывания этого рисунка запомнила что все лицевые на лицевой стороне все ряды вяжутся именно вот этим рисунком то есть две петли лицевые накид перекидываем этот рисунок еще раз говорю вывязывается именно на лицевой стороне теперь переворачиваем изделие у нас получается изнаночная сторона изделия здесь мы просто провязываем снимаем здесь у нас две петли то есть накид и лицевая мы провязываем вместе делаем накид следующую лицевую снимаем опять накид вместе накид петельку снимаем все вот так мы опять идем до конца ряда когда мы ряд закончим мы опять перевернем изделие и будем вязать там две лицевые накид перекидываем две лицевые накид перекидываем здесь у нас изнаночное полотно поэтому мы вяжем накид петельку снимаем и накид с петлей провязываем вместе рисунок как вы видите у нас вырезался получается надеюсь вы тоже справитесь с этим рисунком еще раз вы возьмите бумажку ручку себе и записывайте потому что вначале запомнить очень тяжело и значит продолжаем вывязывать высоту это вот высоту нашей носка до пятки затем уже будем вывязывать другим цветом пятку здесь у нас цвет ниток разделяется я покажу как это делать здесь у нас будет носок ну что ж продолжаем вязать рисунок высоту вот этого рисунка до пятки высоту рисунка до пятки мы связали теперь будем здесь добавлять другую нитку сейчас у нас правая сторона значит на изнаночной стороне добавляем новую ниточку точно так же первую кромочную мы снимаем далее петельки провязываем изнаночными петлями то есть допустим здесь вот у нас были была петелька вместе с накидом да мы ее провязываем вместе изнаночной петлей это точно так же изнаночной петлей и опять накид пол с петелькой мы это все провязываем вместе здесь одна изнанка здесь два вместе тем образом мы добавляем уже другую ниточку так мы вяжем все до конца ряда переворачиваем изделие здесь уже вяжем лицевой гладью значит здесь лицевые на обратную изнаночные петельки будут высоту вернее вот эту длину до пяточки затем уже будем вывязывать саму пятку вязала значит теперь вот эту вот высоту нашего изделия и теперь буду вязать пяточку опять обратите ваше внимание в том что что у меня на первом полотне пятка была как бы с правой стороны теперь значит на втором полотне пятка будут у меня с левой стороны я вот значит поделила петельки и теперь будем вязать пяточку пяточка вяжется такая вот треугольная процесс вязания пятки очень простой значит петельки мы поделили на пятку у меня ушло 18 петель а на лицевую часть на у меня ушло 15 петель теперь вот это вот 18 петель мы вяжем до конца лицевыми петлями и в конце 2 петельки провязываем вместе затем изделие переворачиваем провязываем уже 17 петель вместе с кромочной кромочной первой снимаем я провязала 15 петель получается что 16 17 петли мы провязываем их вместе так мы разделили изделие для того чтобы вязать здесь носок переворачиваем теперь изделие свое и продолжаем вязать носочек пятки кромочная также снимается вяжем до конца изделия вязать опять закрываем 2 петельки переворачиваем изделие и делаем то же самое провязываем все наши петли 1 кромочную снимаем до конца ряда в конце ряда мы опять будем закрывать 2 петельки таким образом в конце каждого ряда мы закрываем по 2 петельки здесь у нас было разъединено вот эти две петли мы провязываем вместе переворачиваем изделие продолжаем вязать и в конце каждого ряда будем закрывать по 2 петельки до тех пор пока у нас на список не останется 7 петель итак мы закрыли петли у нас на спице осталось 7 петель теперь будем производить следующее действие то есть в конце каждого ряда из наших кромочных отсюда из кромочной петельки будем вытаскивать одной петли то есть будем прибавлять чтобы у нас в результате получилась вот такая вот треугольная петелька сначала мы закрывали теперь здесь будем добавлять в конце каждого ряда будем вытягивать по одной петельке там где у нас были кромочные вводим спицу вытаскиваем петельку переворачиваем изделие первую кромочную снимаем которую мы вытянули дальше вяжем до конца ряда и вот здесь вот уже тоже вытаскиваем петельку но уже на изнаночную сторону если спицы неудобно возьмите крючочек с помощью крючочка вытяните петельку изделие переворачиваем вяжем уже лицевой стороне первую кромочную точно также снимаем вяжем до конца ряда здесь опять вытягиваем петельку переворачиваем изделие и вяжем в обратном направлении таким образом вы закрываете петли набираете по всей длине там где вы сначала убирали по два то есть убавляли петли теперь вы их прибавляете в конце у вас должно получиться на спице точно так же 18 петель у меня получится и получится вот такая вот пятка продолжаем вязание наше продолжаем вязание наше вот 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 заканчиваем все наборы петель здесь у нас остается последняя петелька вытянем одеваем и дальше уже вяжем продолжение нашего полотна у нас получилась такая вот пятка я провяжу еще несколько рядов высоту здесь вот пятку значит мы сделали здесь у меня еще раз два три четыре ряда провяжу 4 ряда а затем уже покажу как надо разделить наше изделие пополам с одной стороны мы будем вязать белой ниткой значит наш рисунок на ступни с другой стороны да мы будем вязать серой ниточкой уже нашу ступню на носке провязали на лицевую часть там я у нас будет эти рисунок я оставила 15 петель добавляем нашу белую ниточку и вяжем здесь уже белой ниткой переворачиваем изделие получается что вот это у нас рисунок вот который мы здесь вязали и начинаем вязать с первого ряда то есть первую кромочную снимаем первую лицевую за передние стеночки делаем накид это снимаем накид следующую петельку снимаем и так вяжем сюда до конца ряда до белых ниточек наш до конца ряда с белыми нитками накид снимаем целую провязываем дальше перекрещиваем сзади наши ниточки вот эту ниточку потом закрепите которая была ниточки перекрещиваем здесь уже вяжем просто по рисунку нашей серой ниточкой или той которая будет у вас уже до конца ряда заканчиваем все цветок зелье поворачиваем опять так же идем в обратную сторону изнаночной стороны до белой нитки здесь перекрещиваем ниточку берем белую нитку и вяжем здесь уже по рисунку то есть здесь уже рисунок идет у нас второго ряда на втором ряду мы провязываем точно так же но кромочную мы петельку пропускаем как бы а вот вместо кромочной провязываем просто лицевой петлей по переднюю стенку дальше у нас идет накид снимаем нет извините здесь у нас будет вместе это снимаем это вместе значит получается здесь у нас две петли вместе вместе за передней стенки дальше делаем накид петельку снимаем опять две вместе то есть для вместе с накидом провязываем вместе затем опять идет накид снимаем привязываем идем до конца ряда накид снимаем и в конце изнаночная переворачиваем изделие здесь у нас получается уже третий ряд рисунка здесь мы снимаем кромочную провязываем лицевую накид перекидываем на спицу дальше 2 лицевых опять перекидываем накид и так далее перекидываем перекидываем здесь вот одну лицевую мы провязываем дальше опять перекрещиваем сзади нитки и уже здесь вяжем просто лицевыми петлями до конца ряда таким образом ввязываем двумя разными нитками у вас должен получиться должно получиться вот такое полотно здесь рисуем здесь у нас подошва на этой на этом полотне наоборот вяжем высоту или длину ступни до тех пор пока нам надо будет закрыть уже все полотно закрыть наш носок ну что ж носок я закончила вязать вязала значит рисунок затем добавила другую ниточку и уже закрывала петельки значит вы можете закрывать примерно так первые кромочную снимаете потом 2 петли вместе провязываете 6 петелек опять 2 вместе затем опять 6 петель 2 вместе и 6 петель 2 вместе на изнанке стороне просто вяжите изнаночными петлями затем опять возвращается на лицевую сторону опять первую кромочную снимаете 2 вместе потом у нас уже получается 5 петель провязываете и уже 6 7 петлю вы уже провязываете вместе и опять 5 петель 2 вместе и так далее до конца ряда опять переворачиваете на изнанку вяжите изнаночной стороной и на лицевой стороне получается опять вы снимаете первую кромочную 2 вместе потом уже 4 петли 2 вместе потом заново опять 4 петли 2 вместе и так далее таким образом вы закрываете весь значит носочек значит после того как мы уже носок связали все сделали теперь нам надо его просто шить этого вы выворачиваете носочек так вот наизнанку берете где суть я вот начала берете значит иголочки подкалываете соединяете все вместе затем уже сшиваете этот носочек по шву там где у нас вот эти вот кромочные петельки сшиваем и сшиваем наш носок здесь у нас то что осталось мы кончик этот заправляем теперь уже будем делать шовчик шовчик делается таким образом каждую кромочную петельку кромочную петельку надеваем крючочек 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 и втягиваем вот так Таким образом вышиваете носочки.